В прошлом году 33 семьи улучшили свои жилищные условия, поучаствовав в муниципальных программах. На средства, выделенные из бюджета, саровчане приобрели более 1600 квадратных метров. На воселье отпраздновали семь молодых семей. Государственные жилищные сертификаты получили ликвидаторы Чернобыльской аварии и переселенцы из ЗАТО. В начале этого года начался процесс формирования списков по федеральным и муниципальным программам, самыми популярными из которых остаются меры поддержки молодых семей. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет, у обоих супругов должна быть нуждаемость. Молодая семья – это понятие – это мама-папа, мама-папа с детьми, либо одинокий родитель, воспитывающий детей. Тоже немаловажный факт, подтверждение, что молодая семья имеет достаточные доходы для приобретения жилья. Это выражается либо справкой банка о возможной величине кредита, либо оценкой движимого и недвижимого имущества, находящегося в распоряжении молодой семьи. В списках участников программы «Молодая семья» – 145 саровских семей. Предположительно, в 2019 году свои жилищные условия улучшат 8 семей. Из-за изменения порядка распределения средств их число может увеличиться. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день 979 семей. Сейчас у нас в планах ожидания – это зернова 43 строительства, где часть жилых помещений будет продана по установленной стоимости для очередников. Также мы в планах ожидаем перепланировку Менделея 54, где тоже будут квартиры очередниками переданы по договору социального найма. До недавнего времени в стране существовала государственная программа под названием «Жилье для российской семьи». В прошлом году руководство области запустило свою программу «Жилье для нижегородской семьи» для строительства квадратных метров стандарт-класса. Принять участие в ней могут и саровчане. К сожалению, пока, конечно, это у нас только территория Нижнего Новгорода и Кстова, но граждане, которые заявлялись ранее в нашей программе для российской семьи, они вправе перейти в программу для нижегородской семьи или вообще заявиться просто для участия в программе. Заявления от претендентов на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья принимаются до 15 марта. Документы для участия в программе обеспечения жильем молодых семей можно подать до 31 мая. Более подробной информации по телефону 977-51 и 990-57. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.